Это Алекс. Он живет в обычном городе, где много развлечений, магазинов и ресторанов. Но денег хватает только на самое необходимое. Смарт-сити — полезный сервис, где каждый может начать получать скидки и избегать переплат уже сейчас. В любое время и в любом месте надежное приложение оповестит тебя о ближайших скидках и акциях. Тебе даже не нужно распечатывать купон. Сотни новых скидок каждый день позволят экономить все больше и больше. На этом можно было бы и остановиться. Но Смарт-сити открывает невероятные возможности. Станьте нашим партнером прямо сейчас и подключайте к программе скидок все интересные вам организации. Например, любимый ресторан или салон красоты. Это будет вашим дополнительным заработком, и вы сможете позволить себе больше. Уже более 10 тысяч партнеров Смарт-сити работают прямо сейчас, чтобы ты мог экономить. Понравился сайт? Подписывайся и начинай экономить. Хочешь зарабатывать с нами? Оставь свои контактные данные, и мы с тобой свяжемся. Я остановлюсь на основных моментах, которые вам важны, наверное, как для бизнесменов, как для предпринимателей, как для людей, которые с помощью этого будут строить бизнес. И заострил, возможно, какие-то моменты, на которых я не застрял внимания в Астане, а ко мне потом люди. И я понял, что если бы я здесь заострил внимание, наверное, было бы меньше вопросов, которые затем возникали также. Ну, давайте я вкратце расскажу о себе. Почему, опять-таки, я стал во главе Смарт-сити? Ну, ровно 6 лет назад это было актуально именно на 22 октября, когда я выступал в Астане, потому что 22 октября 2010 года я пришел работать в такую компанию, как Беглион. Я думаю, многие слышали и знают, особенно в Москве. Я там был всего лишь на свой четвертый менеджер по продажам. Ну и во что унился Беглион, вы, в принципе, многие знали, да? Я об этом буду еще говорить сегодня более подробно. Рекорд за рекордом, смотрите, вот следующий слайд будет, скажем так, вы эти цифры запомните, да, либо там сфотографируйте, либо запишите, и ближе к концу презентации вы поймете, почему важно, да, скажем так, эти цифры было запомнить и знать. Смотрите, на второй месяц работы в компании, это не мой доход, что нас слышит, к сожалению, да, это доход, который я принес в компанию, Беглион, да, на второй месяц своей работы. На третий месяц работы принес 32 тысячи долларов. На данный момент, ну, кстати, тогда это было еще больше, да, то есть, когда еще доллар был 32 рубля, да, соответственно, это все практически два раза умножать, и это вот будет та сумма, которую я принес. Самый большой доход, который я приносил в компанию, это составил за один месяц 5 миллионов 900 тысяч, этот рекорд до сих пор не побит, но и со временем я не только стал продажником, да, но еще и директором по продаже, скажем так, играющим тренером, у меня были сотрудники, которые ежемесячно приносили в компанию полтора миллиона и более. Ну, собственно говоря, да, вот текторами директора, у меня включение было до 50 человек, были просто менеджеры, это были и директора, у которых были свои менеджеры, вот, соответственно, они приносили вот такие вот деньги. Ну и, соответственно, по топ-мон-провайдерам, да, здесь я выделил тех партнеров, которых лично я подписывал на сайт, кто-то пользовался, пользовался вот этими предложениями, знаете, это все в моих рук дело. По Москве, да, это аквапарк Марион, да, я думаю, все знают, многие были в аквапарках. Космик, это самая крупная сетка боулингов в России на данный момент, в Фан-Сити, это больше питерская тема, да, тоже развлекательные центры, но в Москве они еще тоже появились, но их больше в Санкт-Петербурге, и оттуда Капеллон, тоже развлекательные центры, в Москве в Комму-2 сейчас, это из Казахстана, да, ребята, я в свое время ездил в Казахстан, в Алматы встречался с ними, чтобы их подписать. Крэзи Парк все время был самая крупная сеть развлекательных центров в России, тоже вот я их подписывал. Вот, скажем так, в совокупности, а, Рич Дэд, да, вы знаете, да, может быть, позав прошли, две недели назад, да, когда Кайосаки приезжал в Москву, выступал, до этого он был, по-моему, в 13-м или 14-м году, если бы не помню, не изменяет, в Крокус-Экспорт, мы тоже продавали туда билеты, да, можно сказать, моих рук дело, да, мы продали, по-моему, 3-м или 3-м тысячи билетов, в итоге всего там было, там, 5-м тысяч человек, да, то есть, не считая миллиона, продали еще полторы тысячи, да, всего билетов, мы пришли, когда я с ним пообщаться, лично повстречаться, погулять по Москве, в общем, я думаю, с Кайосаки многих связано, да, почему они здесь, вообще, почему они начали задумываться о чем-то, да, я тоже сам, да, за 2004-го года, когда первая книжка попалась на руки, ну, собственно говоря, с тех пор и началось. неспокойная жизнь. Так, сейчас, смотрите, сейчас будет очень обширный блок, на котором в Астане все уснули, но не потому, что он неинтересный, просто потому, что там очень много цифр и много информации, я его пролистаю чуть быстрее, чем в Астане, основная идея, которая лежит в блоке, который будет дальше, это то, что мы сейчас стоим на заре, да, и, собственно говоря, находимся в тот момент, когда мы не то чтобы век интернет-технологий, да, живем, мы уже и век e-commerce, да, так называемый, то есть, когда мы делаем, совершаем покупки, например, в интернете просто, да, мы живем в тот век, когда e-commerce очень быстро переходит в, так называемый, m-commerce, да, мобайл, когда мы идем и мы можем совершать покупки через телефон, да, то есть нам даже не нужен компьютер как таковой, да, нам не нужно заходить как-то на таковой сайт, да, мы можем совершать покупки чего-либо, товаров и услуг, прямо вот в телефоне находясь. вот следующий блог будет посвящен именно вот этому и я просто буду, наверное, останавливаться на каких-то основных монетах, да, на какие-то, то есть нам в 2016 году прогнозируемый оборот интернет-покупок, это мы пока что по e-commerce составим более 2 триллионов долларов. Вот, собственно говоря, объемы, да, показаны как раз вот то, что я говорил только что более 2 триллионов долларов, соответственно, дальше это будет 2,36 к вопросу о тройке, да, где коммерция в мире. История, да, мы здесь опять-таки тоже, да, давайте мы пройдемся по-быстрому, просто чтобы вы понимали, что то, чем мы занимаемся, это, скажем так, не что-то новое, это давно уже зарождалось, давно росло, в каком-либо виде это постоянно все перерастало, что-то новое-новое, да, и в итоге вот началось это все более 150 лет назад, в 1860 году, да, вот эти все коллективные покупки очень активно развивалось в Америке на протяжении всего прошлого века. И, собственно говоря, да, там в двух словах остановимся, в 2008 году появился сервис Groupon, я думаю, многие о нем слышали, появился LivingSocial, это тоже американский сайт. В России появились подобные сервисы в 2010 году. Обратите внимание сервис Me2One, китайский, который появился тоже в 2010 году, запомните, да, тоже эту дату, год, да, и название, мы об этом чуть похоже говорим, но это нашим партнерам из Казахстана, из Тельгизи, да, это самые популярные подобные проекты в этих странах. у нас проект будет в том числе связан с неким дисконтными программами, поэтому тоже, я думаю, все сталкивались с этими дисконтными программами лояльности, я думаю, что на каких-то школах мы будем говорить более подробно, почему они не пошли в Россию, они по-хорошему не пошли, да, потому что самая малина, она постепенно умирает, исчезает, потому что оттуда уходят якорьные партнеры. Но при этом очень много крупных игроков из разных сфер, особенно из банковской сферы, из Теле, Mobile, да, Микрофон, Теле2, из каких-то денежных сфер, они сейчас делают свои программные реальности, чтобы люди, которые у них уже есть, скажем так, в базе, да, которые пользуются так или иначе их услугами, чтобы они были еще более лояльны и за то, что они пользуются услугами именно конкретной компании, они получали еще какие-то баллы, либо какие-то кэшбрейки, да, и, соответственно, они могли тратить деньги свои. Вот пример, да, как-то просто все работает буквально перед тем, как заняться, перейти в компании, внести, да, и заняться не только смарт-сити, но еще другим проектам, да, я работаю как раз в программе лояльности Роснефти, знаю, поэтому изнутри, да, как-то все работает, и на что они делают ставки. Мегафон, да, я думаю, там многие слышали буквально, сейчас реклама везде показывается, они выпустили тоже свои карточки, программу лояльности делают мои друзья, с которыми мы раньше работали вместе, тоже как-то безнутри знаков не все развивается, кого они подключают, только проценты подключают, они не хотят с нами поработать, в общем, все будет хорошо. Вкомке я говорил, да, запомните, MeToo One, на смену e-commerce приходит m-commerce, то, о чем я говорил, мировым лидером купонового бизнеса, и в данный момент является китайский MeToo One, бурочка более 15 миллиардов долларов в 2015 год, 90 покупок совершается через мобильное устройство. Это очень важный момент, да, почему здесь еще выделил Alibaba, потому что Alibaba в марте этого года есть сервис Aliexpress, он не пользовался, нет? Отлично. А вы знаете, что Aliexpress, в марте на Aliexpress можно было писать лишние купоны на услуги на все. Не знаю, они постановят. А? Пишут постановят, что решают. Но сейчас, по-моему, у них это как бы не сильно развивается, но мы делали для проекта Aliexpress, мы делали как раз купоны направления в марте, да, они, скажем так, запускали его экспериментально, посмотреть, как это будет работать. И у них тоже одно из основных условий, точнее, основное, наверное, условие было то, что данные купоны можно было купить только через мобильное приложение. То есть его нельзя было купить на сайте. Даже если вы увидели на сайте, вы нажимали купить, вас заставляли скачать мобильное приложение Aliexpress, и только там вы могли купить эти скидки. Соответственно, Китай, вы знаете, как ни срану, Китай перетекла не это все в этом плане, у них очень большие будут продажи. Вообще, в принципе, Азия, вы сейчас это увидите на других слайдах тоже. А Таобау это как? Таобау тоже, по-моему. Тоже Клоршавка такая же. Вот, кстати, последние данные, буквально перед основной смотрел на Лайт-интернет, доля мобильного трафика в декабре 2015 года была 59% трафика в Рунете, в октябре 2016 года она уже составила 64,5%. То есть мы видим, что, в принципе, и Россия не отстает в плане проникновения мобильного трафика, мы, собственно, тоже способствуем заставляем людей покупать спортсмены и переходить с Филипса к кнопочному. Казахстан то же самое. Вот мобильный ой заняли 53,5%, то есть больше 50% в Казахстане например тоже идет мобильный трафик. это данные из отчета компании МТС вот мы видим, что пользователь мобильного интернета в 2015 году вырос в 1,4 раза в сравнении с 2014 года. То есть были данные из отчета МТС за 2015 год, я думаю, что по итогам 2015 года трафик тоже увеличится и мы это тоже увидим. по поводу эндкоммерс доля мобильных транзакций в е-коммерсе в Японии впереди планеты всей, Южная Корея не отстает более 50% оплат происходит именно через если взять покупки в интернете и вообще во всем е-коммерс плюс эндкоммерс доля мобильных транзакций больше 50% в Японии и Южной Корее средний показатель по миру это 34% но Россия где-то вот здесь я думаю что это показатель 2015 года я думаю что все может расти все быстрее и быстрее у нас есть менталитет российских стран СНГ мы всегда очень долго запрягаем в том плане что мы боимся вдруг у нас что-то утрадут вдруг у нас что-то спишут не дай бог здесь опять же таки показан рост красный это как раз оплата через мобильный телефон мы видим что газет постоянно растет и под прогнозом он будет продолжать расти продолжать расти как раз более мят то есть я собрался в разные моменты от разных годов но приблизительно не все сходятся к тому что что такое смарт смарт вы знаете сразу закрою вопрос по поводу того когда запустится сайт есть есть одна проблема там нету провайдеров по юридической причине почему потому что за несколько недель до того как произошла астана мы приняли решение все таки что у нас юридическое лицо будет находиться не российской юрисдикции она будет находиться в иностранной юридической по одной простой причине что так как у нас проект IT мы хотим чтобы это все масштабировалось быстро не за месяц два три четыре у нас появляется какая-то новая страна и вот мы там определенное время тратим на то чтобы мы смогли запустить эту страну поэтому мы отказались от российского юрлица потому что мы смогли более-менее спокойно работать только в России в Казахстане и в Беларуси так как у нас есть там может быть союз а все остальные страны было бы очень проблематично подключать поэтому вот юридическая вот эта вот молокита она занимает какое-то энное время но я думаю что мы скоро уже этот вопрос решим у нас появятся провайдеры я знаю что уже во многих городах есть провайдеры которые потенциально уже готовы у нас вставать на эту площадку но мы просто не можем их разместить потому что юридически мы не имеем права размещать какие-то там левые картинки левых провайдеров чтобы вот ради показать мы решили этого не делать итак что такое Smart City это экспортно-скидочный сервис объединяющий провайдеров и потребителей и в кусту и товаров по самым выгодным ценам в городе это сервис нового поколения где потребители могут не только экономить деньги но и зарабатывать это очень важный момент мы об этом сейчас поговорим более подробно мобильная сдающая возможность получать товары или услуги здесь и сейчас это касаемо как раз м коммерца это, мне кажется, любимый слайд Сергея Савича смотрите, давайте так вы можете для себя, наверное, помечать какие-то основные моменты потому что этот слайд постепенно будет заполняться, заполняться, заполняться стрелочками, схемами и всем остальным для того, чтобы просто понять как вообще все взаимодействует в проекте Smart City где, собственно говоря, ваши деньги лежат откуда они приходят куда они уходят кому они идут сейчас все стрелочками схематично здесь будет показано соответственно я думаю, что вы ни раз, ни два, ни три уже слышали на наших презентациях о том, что компания DST Digital Space Technology это уникальная в своем роде MLM-компания почему? потому что она выступает как некий инкубатор как некий инкубатор IT-технологий IT-компаний которая может участвовать в развитии как сторонних компаний ну, например, да Planning Pass о котором, кстати, вы не раз слышали так и разрабатывать какие-то свои новые направления своей новой компании то есть на Smart City это детище DST которое не является сторонней компанией это делается все в рамках разработки компании Digital Space Technology сотрудниками компании Digital Space Technology есть партнеры партнеры это пули это те люди которые купили какие-либо пакеты ввести это то, что говорил Ренат 100 300 300 150 долларов это стартовые пакеты соответственно партнеры покупают пакеты партнеры покупают пакет в эти пакеты в электронном виде входят документы договора и здесь вообще в Smart City есть 4 вида источника дохода для партнеров первый вид источника это продажа лицензий то есть когда вы подключаете провайдера поставщика услуги товаров к проекту Smart City он покупает лицензию лицензия стоит 100 долларов мы надеюсь я не пролистнул этот слайд по-моему нет но я вам покажу что на самом деле 100 долларов точно я сейчас 100 долларов за дорого это хорошо на самом деле я я вам покажу почему 100 долларов не просто я спросил вы такие нормальная сумма я покажу что это действительно нормальная сумма для этого бизнеса даже в странах СНГ не говоря уже о Европе и других странах то есть первый ваш источник дохода это лицензия то есть в пакеты которые вы покупаете там в зависимости от пакета входит то или иное количество этих лицензий которые при подключении вы продаете провайдеру да и получаете первый свой источник дохода это продажа лицензий а собственно говоря провайдеры подключаются к проекту Smart City первыми нашими пользователями клиентами Smart City мы видим что это будут наши партнеры партнеры 10 потому что а у вас есть более высокий уровень доверия к тому что мы делаем б это то что все равно мы хотим как бы еще оттестировать понять что вот все работает что все хорошо и мы можем выходить скажем так в внешний мир для того чтобы действительно все были довольны соответственно первые партнеры первые клиенты Smart City это будете вы сами вы будете покупать первые сертификаты на тех провайдеров которые будут выставлены и собственно говоря это будет первый источник дохода который будут получать партнеры точнее второй источник дохода который будут получать партнеры от купленных купонов в зависимости от пакета кто вообще знает какие есть пакеты помимо тех кто был в Астане видели да отлично есть 4 пакета это 333 долларов 555 долларов 777 долларов 999 долларов все красиво красивые цифры все понятно все отлично соответственно в зависимости от того какой вы купите пакет вы от каждой покупки у провайдера которого вы подключили на Smart City вы будете получать 5 10 15 либо 20 процентов в зависимости от того пакета который у вас куплен соответственно если у вас куплен пакет за 333 долларов вы будете получать 5 процентов от каждой покупки если за 555 долларов то 10 за 777 15 и за 999 20 процентов понятно о чем я сейчас говорю откуда эти деньги берутся очень еще важный момент особенно для тех кто в 10 уже давно у нас есть такое понятие как продуктовый счет кто знает что он есть отлично соответственно это продуктовый счет с которого можно было тратить деньги на данный момент только на покупку стикеров в мессенджере куш который является нашим изобретением нашим вечер соответственно вы также сможете частично оплачивать покупки на смарт-сити с этого продуктового счета то есть все деньги которые у вас лежат сейчас там вы частично сможете ими оплачивать покупки на смарт-сити на мой взгляд тоже очень хорошо по крайней мере вы сможете высвобождать деньги которые у вас сейчас нам скопились что мы делаем дальше мы понимаем что точнее не то что мы понимаем да мы очень хотим чтобы партнеры десяти зарабатывали не только тем что вы подключили провайдера да и кто-то покупает вы получаете за это деньги мы еще хотим чтобы ну скажем так мы использовали эффект как правильно сказать эффект сарафанного радио вот эффект сарафанного радио соответственно понятно что помимо вас да этим проектом будут пользоваться скорее всего ваши близкие друзья и знакомые потому что вы всем прожужите лучше мы дадим возможность заработать деньги еще на том что вы через свои эфиральные ссылки будете приглашать клиентов на смысл незнакомый вам, вы не знаете, что это подключил, но вы будете получать также деньги. Это у нас получается третий источник дохода для партнеров. Еще раз 100 долларов – это лицензии, это деньги за покупку купонов к вашим провайдерам, и это деньги за реферальные ссылки тех клиентов, которых вы пригласили. Обратите внимание, что провайдерам мы также дадим возможность зарабатывать деньги от клиентов, которых они будут приглашать. Я покажу чуть позже слайд. То есть мы хотим, чтобы наши провайдеры, которых мы подключали, они еще были нашими друзьями, знакомыми, и чтобы мы им дали возможность зарабатывать не только на своем бизнесе, а на бизнесе других людей. Потому что, а, это хорошо для них, они будут получать деньги, б, для нас хорошо, причем потому что именно у наших провайдеров находится целевая аудитория Smart City, потому что это люди, которые уходят в салоны красоты, это люди, которые уходят в клиники, это люди, которые уходят в развлекательный центр и так далее. Это наша целевая аудитория. Мы будем говорить о том, что размести информацию о нас у себя, и за это будешь получать деньги. И нам хорошо, и им хорошо. Не будут ходить больше делать маникюр и педикюр без какой-либо скидки. Вот о чем я говорил, да, Smart City 3, 6, 9, 12, 4 пакета, в зависимости от этого пассивный доход 5, 10, 15, либо 20%. Здесь привел пример, за 3,5 года работы в предыдущей компании, да, средняя численность моей группы составляла порядка 20 человек, когда-то это было 4, 5, 10, когда-то было 50, но считайте 20 человек в среднем. Мы принесли в компанию доход более 12 миллионов долларов за 3,5 года. Представляете, если бы мы получили от этих 12 миллионов, от ограждения 20%. Мне бы здесь не стоило. Понятно. Или машина мы с рулем подавили. Подавили. Да. Ну, самые доходные категории, да, рестораны, словом, красоты, развлечения, здоровья, загородные отели, но это не значит, что нужно на них только специализироваться, да, то есть, в принципе, нам интересны любые провайдеры, которые будут у нас размещаться. Давайте тоже по-быстрому пробежимся. Вот, в принципе, вот так вот выглядит с технической точки зрения взаимодействия. Партнеры либо провайдеры, провайдеры мы тоже дадим возможность заводить самим акции, да, заводят информацию об акции. Модератор, это сотрудник компании 10, да, проверяет правильность заведения и его условий, появляется акция, клиенты, партнеры покупают эту услугу. Мы очень большой упор будем делать на именно мобильную историю. Почему? Потому что мы понимаем, что это может быть нашей сильной, очень сильной стороной, в связи с тем, что у нас есть разработчики мессенджеров, у нас есть разработчики мобильных приложений, и это очень классно, когда, представьте, вот вы идёте по городу, то есть смарт-сити, да, идея смарт-сити, ты идёшь по городу, и у тебя на ладони, да, на лак-топе, можно сказать, умный город, ты всегда можешь зайти, посмотреть, например, где можно купить услугу или товар со скидкой, а ещё плюс к этому тебе прилетает, так называемый, пуш-уведомление, то есть ты гуляешь, может быть, даже не смотришь, но тебе, о, прилетело пуш-уведомление, ты открываешь, смотришь, о, а здесь там в радиусе 300 метров есть ресторан, там можно прийти и покушать скидку 50%, классно, классно, мы подталкиваем людей к тому, чтобы они совершали покупки, а вы зарабатывали денег. Вот так будут выглядеть ваши реферальные ссылки, так будут выглядеть реферальные ссылки партнёров, да, вот они будут в сайпе них, они будут по QR-коду, QR-коду скальчивать их, и мы будем понимать, что это пришло от провайдеров. Мы понимаем, что, помимо всего прочего, помимо того, что вы будете нашими проводниками в контакте с клиентами, мы будем использовать обычные стандартные маркетинговые каналы привлечения, ТВ, радио, интернет, СММ, то есть на это будут выделены бюджеты, мы будем также приглашать людей, скажем так, судиться, да. Уникальные торговые предложения Smart City, отсутствие физических носителей информации, причём кто когда-нибудь пользовался какими-то купонами? Отлично. Скажите, неудобно, вы идёте, зашли, посмотрели, ой, ресторан, хотите зайти, осмотреть там условия, распечатай купон, прийти покушай. И чё, вот я иду, вот у нас этого не будет. По желанию провайдера можно будет сделать функцию брони, то есть вы купили и сразу забронировали то место, которое вам удобно, некая юбер-система, да. Получение кушевых давлений, о чём я вам сказал, лояльность сообщества потребителей, более 30 тысяч партнёров и их близких. О чём здесь, да, о том, что, когда мы будем приходить к провайдерам, в чём будет наша ценность? Наша ценность будет в том, что у нас есть порядка 20 тысяч зарегистрированных пользователей, 10 партнёров, есть ещё и ближайшее окружение, мужья, жёны, дети и так далее. Понятно, что всё их окружение будет теперь покупать на Smart City, да, эти скидки они делают или ещё кто может. Их же родители будут получать с этого дохода. Большее количество провайдеров, чем у конкурентов. Здесь тоже остановлюсь немножко, вот если зайти на самый крупный сервис купонных скидок в СНГ, у него одновременно по всей России и странам СНГ висит 7,5 тысяч предложений. Если каждый партнёр, представьте, сделает хотя бы по одному провайдеру, мы будем уже в 2,5 раза больше, чем самый крупный сервис в России. В этом наша сила, да, сила, собственно говоря, MLM. Ну, это мы, да, это обсуждали доход партнёров за привлечение клиентов, доход провайдеров за привлечение клиентов. Польза для провайдеров. Рекламная площадка всего за 100 долларов. Мы поняли, да, что всего, это действительно всего. Более 30 тысяч лояльных клиентов. Прямое взаимодействие с своей целевой аудиторией через push-уведомления. Никаких взаиморасчётов со Smart City. Это тоже очень важный момент. У нас не будет, у нас будет система покупки возможностей скидок, да, то есть мы не будем переводить никакие деньги провайдерам. Вы будете покупать, например, купон или сертификат, как вы называете, за 200 рублей, например, это будет весь доход Smart City, и мы с этого дохода будем делиться с вами, но провайдерам уже переводить ничего не будем. Это тоже для них очень важно, на самом деле очень важная деталь. Все выигрывают для потребителей, стать участниками сообщества потребителей и получать товары и услуги по уникальным ценам. Для партнёров, для вас, для партнёров создание пассивного источника дохода и единожды проделанной работы. И для провайдеров это доступ к сообществу леймер потребителей. Smart City. Послушайте, сейчас на вас вопрос влечет. Вы ходите в какие-то заведения, в кафе, рестораны, маникюр, в ресторан там, вот ходите, вот хотите иметь там больше скидку, чем доемся, или если там нет, иметь там скидку, хотите? Идёте, подключаете это заведение, продав ему лицензию на 100 долларов. Это понятно? Он купил за 100 долларов, за это у него пришло больше клиентов. Он говорит, спасибо за 100 баксов, у меня больше клиентов, я зарабатываю больше денег. У вас получилось с ним теперь взаимоотношение. Это понятно? Да. Теперь смотрите, на сайте продаются туда скидки, теперь туда продаются скидки, тоже, вы его подключили, он появился на сайте. Люди заходят, покупают эти скидки, вот со всех покупок, которые будут там сделаны, другими людьми, вы, как тот, кто его подключил, имеете процент. Идёте к заведению, у вас есть во дворе магазин, там, салон красоты, где вы постригаете, сделаете маникюр, там, и так далее. Представили? Да. Вы приходите туда и говорите, вот, привет, привет, смотри, я хочу, ну, короче, есть в методичке скрипт, что говорить. Этот текст готовый, говорите, человек вам даёт 100 баксов, автоматом попадает в нашу систему. Это понятно? Он там появился. Все, у кого приложение есть, это увидели. И люди берут себе, покупают там этот дисконт, скидку, этот, покупают купон, понимаете? Сертификат. Купили, вот на всю сумму, которой будет куплено, этих сертификатов, вы имеете пассивный доход, ничего не делая. Просто подключив его один раз, вам каждый месяц, от всего оборота покупаемых сертификатов, в этот салон, идут деньги. Это понятно? Да. Какие деньги идут? Вот такие, вот они. Если вы купите вот этот маленький пакет себе, вам будет капать 5% с лично подключенного провайдера. Это понятно? Да. Вот купили вот этот 10, купили вот этот 15, купили вот этот 20%. Виталий говорил, что он команды подключил на 12 миллионов долларов, а не продали сертификатов. Сертификатов его команда продала на 12 миллионов долларов. Если бы он купил, например, если бы это было у нас, продали бы сертификаты, подключили заведение на 12 миллионов долларов, и он бы купил себе один раз вот этот пакет. Он действует год, он идет дальше, он действует год. Просто он раз в год себе покупает этот пакет, и постоянно со всего этого имеет 20%. Он бы со своей командой заработал 2,5 миллиона долларов пассивного дохода. Только по одному виду дохода, их 4 у нас. Вы понимаете, как и в деньгах идет речь? Это всего за 2-3 года они сделали. Окей. Работать надо. Ужный юнит, внимательно смотрите. Помните, помните на пакете 3 тысячи долларов есть пакет у нас? Самое дорогое. Сколько там юнитов дают? 3 500. Тут на пакете 1000 долларов дают 12. Поняли? Так что сами тут смотрите, какой пакет брать. Вот эти цифры будут держаться до 8 ноября. До 8 ноября. Да. Потом уменьшаться. Поэтому примите решение. Вот смартфити юниты. Да, резко уменьшаться. Вот смартфити юниты, о которых говорил Виталик. Есть пул, есть весь оборот смартфити. Все деньги, которые там проходят, все деньги, представили? Которые пройдут в смартфити, будут часть из них, процент определенный. Будет, как и в курсе месседж, делиться на тех, у кого есть юниты. Смотря у кого сколько. Суть понятна? Это второй пассивный доход. Круто? Это третий доход с продажи лицензии, четвертый там с привлечения. Вот. И бизнес активность дают. Вы знаете, что у нас есть бизнес активность месячная? 50 долларов в месяц. Купив один раз любой из пакета, вот, пожалуйста, вам выбирайте. Считаем, тут вы минус 150 долларов. Если бы этого не было, то вы платили под 150, 50, 50, понимаете? Уже половина стоимости уже. Вот тут, соответственно, 6 месяцев, да? 6,50, сколько? 300. Отнимайте. Вот тут 9 месяцев, 5,9,45, 450 долларов ушло. Здесь год, 600 долларов, пожалуйста. Вам чистыми обходятся копейки эти лицензии, но дают 3 источника пассивного дохода. Круто? Да. Вот. Еще раз повторяю, до 8 ноября. Потом все меньше, меньше, меньше. Количество лицензий по 100 баксов каждое. В пакете за 1000 долларов 15 лицензий по 100 баксов. Вы продали 15 лицензий, полторы тысячи долларов вернули, и у вас годовая активность еще на 600 долларов сделана. И еще пассивный доход идет. И еще юнитов. И юнитов в пушбию еще прилетело. Видно election. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Александр Алексея.